В Сорокаусте нашего земляка Сергея Есенина есть строки о том, что не вернуть тех времен, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек. Действительно, много столетий назад конь был настоящим богатством и другом, помощником, кормильцем, защитником. Но и в современном мире без коня человек обойтись не может. Это, знаете, это генетическое. Вот вы когда-нибудь задумались такие слова? Князь, конный воин, предводитель этого, кавалер, от слова кавай, лошадь, он на лошади. Лошадь, особенно породистая, всегда была очень дорогая. Также конкистадоры, их там совсем чуть-чуть, они победили огромную империю, на лошади. Лошадь – это сила, нормальная лошадь. И даже это боевая машина была у рыцарей. А крестьяне, понимаете, особенно у нас здесь, зона рискованного земледелия, человек не мог прокормить, столько вырастить. У нас один урожай. А лошадь – это сила 5-6 взрослых мужчин. Это основа жизни крестьянской семьи. Арабские пони – самая дружелюбная порода. Зоотехнолог по профессии Татьяна Николаевна уже 30 лет занимается специальным подбором и селекцией по принципу добронравия, потому что основная целевая аудитория заводчицы – детские лечебные центры. Мои ложки самые добрые, безопасные для детей. Нет, естественно, они в спорте выступают, есть чемпионы России, есть чемпионы выставок, но это заслуга селекционеров исходных пород. Моя, единственное, что я сделала, я отбирала жесткой селекции на добронравие. Вот они добрые. Здесь может любой ребенок зайти, и с ними ничего не случится. Он для них человек, вот, нечто такое сакральное, высшее, они его берегут. Вот, даже когда на тебя летит этот огромный табун, вот, а они телом хорошо владеют, они оббегут и не тронут и не обидят. Так этот солярис к вам пристает. Сейчас будет целование, обнимание. Любопытные, добрые, послушные и веселые. Эти лошадки востребованы в ипотерапии и агротуризме. Только в Аликаново есть реабилитационный центр, в котором работают лошадки из подворья Татьяны Николаевны. Здесь же туристический центр с ее пони. А еще они естественные производители лучшего, что подтвердит каждый фермер и дачник, удобрения. Конский навоз обладает свойствами, которые в разы повышают плодородность почвы и, соответственно, урожайность без химии. Вот эти все черноземы, великолепные, которых лучше нет в мире, да и здесь, и у нас, они сделаны были мамонтами, носорогами и лошадьми. Так как мамонтов и носорогов сейчас больше нет, остались лошади. У лошадей несовершенное пищеварение. Мы можем этот навоз, мы его сможем сферментировать, можем на основе соломы, можем добавлять туда и другие микроэлементы, и залу, и все натуральное. Идея организовать переработку навоза в удобрение возникла у Татьяны Николаевны давно. Только с ее подворья 70 лошадок можно получать от 500 тонн навоза в год. Можно и больше. Есть технологии. И есть технолог, который знает, как ферментировать навоз, чтобы он стал удобрением. Нет лишь инвестора, который помог бы запустить, механизировать этот процесс. Как только процесс запустится, это обеспечит тысячи дачников и фермеров недорогим, органическим, безопасным и эффективным удобрением. Вот только в своем возрасте и при семи десятках копытных питомцев в одиночку Татьяна Николаевна реализовать эту идею пока так и не может.